Идем к Иакову 4 главе. Что мы открываем, друзья? Иакова 4. Последнее поколение. Это прелюбодейное поколение. Это не физическое прелюбодеяние, не буквальное. Но прелюбодеяние также значит в Священном Писании любовь к миру. К чему, друзья? Те, кто любят мир, Иисус говорит, «Это враги Богу». Вы во вражде с Богом. Вы в погибшем состоянии. В какой главе Иакова мы идем? Идем к 4 главе Иакова. Библия говорит, «Вы прелюбодеи». Давайте прочитаем. «И кто? И прелюбодейки». Разве не знаете, что дружба с миром есть вражда с Богом. Поэтому всякий, кто хочет быть другом миру, есть кто, друзья, есть враг Богу. Это значит сегодня, что у нас есть адвентисты, которые прелюбодеи в этом последнем прелюбодейном поколении. Да, у нас есть адвентистки, которые прелюбодейки в этом прелюбодейном поколении. Как так? Любовь к миру. Иисус говорит, что Он не будет отвечать на ваши молитвы, ибо если бы Он благословил, то вы бы использовали Божие благословения, чтобы употребить для удовлетворения своих похотливых желаний. Идем к стиху 3. Вы просите, и что? Нашли, друзья? Вы просите, и что? Вы просите, и не получаете. Почему? Потому что просите, неверно, чтобы употребить это на что? На ваше вожделение. Как нам увидеть в настоящее время, что это последнее поколение адвентистов прелюбодейки. Просто посмотрите на их посты в Ютьюбе, в Фейсбуке, в Инстаграме. Они любят то, что любит мир. И это ясный признак того, что это прелюбодейное поколение. Они любят мирское. Если бы я выставил пост в Фейсбуке, что сейчас употребляю вино, поставили бы вы лайк? Почему нет? Почему бы вы не поставили лайк? Если вы видели, что я выставил пост в Фейсбуке, в Инстаграме, что сейчас я начал употреблять пищу свинину, вернулся к употреблению мясной пищи, молочным продуктом, креветкам, так, что еще? Комарам, крабам. Поставили бы вы лайк на этот пост? Поставили бы, друзья? Почему нет? Почему нет? Вы говорите сейчас «нет», но большинство, называющих себя адвентистами седьмого дня, они видят других адвентистов седьмого дня. Адвентистов седьмого дня, прелюбодеев и прелюбодеев, которых волнуют мирские вещи и которые выставляют посты в Фейсбуке и Инстаграме, что они последовали за миром. И что делают, называющие себя адвентистами седьмого дня? Они ставят лайк. Другими словами, вы поощряете адвентистов седьмого дня, прелюбодеев и прелюбодеев восставать против Иисуса Христа. Это показывает, что вы любите то же самое. Это показывает, что вы идете на компромисс. Пробудитесь. Это прелюбодейное поколение, друзья. А что, если бы я и моя жена выставили фотографию в Фейсбуке и Инстаграме, где моя жена одета нескромно? Поставили бы вы лайк? Поставили бы вы лайк? Вы молчите сейчас, потому что вы понимаете, куда я веду. Не молчите обо мне. Скажите мне, друзья, это весь призыва. Пришло время для возрождения и реформации. Кстати, разве мы не знаем, что многие, называющие себя адвентистами седьмого дня, борются с грехом самовлюбленности? Вы можете сказать это по их постам в Фейсбуке, в Инстаграме. Но что мы делаем, те, которые должны понимать это лучше? И ставим лайк. И когда все эти самовлюбленные нарциссы видят все эти лайки, все эти комментарии, о, ты хорошая девушка. Хорошо выглядишь. Бог благословляет тебя. Самовлюбленные нарциссы продолжают находиться в грехе самолюбования. Я скажу кратко. Библия называет это гордостью. И притча главы 16 стих 18 говорит, «Погибели предшествует гордость и падению надменный дух». Вторая ангельская весть говорит, «Вавилон пал, пал». А мы ставим лайк в Фейсбуке, в Инстаграме, когда мы видим современных адвентистов седьмого дня, прелюбодеев и прелюбодеек. Они сейчас носят серги. Они отступают от веры. А что вы все делаете? Ставите лайк. Они надевают колье на шею. А что вы все делаете? Ставите лайк. Они одевают обручальные кольца, но раньше они не надевали обручальные кольца, когда вступали в брак, будучи адвентистами седьмого дня. И что вы делаете, когда наталкиваетесь на такой пост? Вы ставите лайк. Идем к евреям главе первой со мной. Что мы открываем, друзья? Евреям глава первая. Видя это, мы ставим лайк. Вот что мы делаем. Мы видим молодых девушек, женщин, которые сняли брюки, потому что они узнали о реформе одежды. Но сейчас они отступили от веры и пошли вслед этого мира. Я позволю себе назвать их адвентистки седьмого дня прелюбодейки. И они выставляют свои фотографии в Фейсбуке, в Инстаграме, Ютубе. И что вы все делаете? Ставите лайк. Когда я говорю «все вы», я не имею в виду вас. «Все вы» — это общая фраза. Что делают те, которые должны понимать это лучше, называющие себя адвентистами седьмого дня? Мы ставим лайк. Они ходят на вечеринки и выставляют видео этих вечеринок. Они трясут своими телесами, а мы ставим лайк. Они идут на пляж и одеты так, как будто идут принимать душ. И выставляют такие соблазнительные фотографии в Фейсбуке, в Инстаграме. И матери, я иногда плачу, и матери на Сионе, которые должны хорошо это понимать, берут мышку и указательным пальцем ставят лайк. Что вам нравится? То есть, вам нравится грех? Вам нравится грех? Евреям, глава 1. Библия говорит, друзья мои, в стихе 9. Библия говорит, что Христу нравится и что Он любит. Стих 9 говорит, «Ты, Христос, Сын, возлюбил что, друзья?» Давайте прочитаем. «Праведность и возненавидел что? Беззаконие». Нашим молодым людям в кампусах, наших образовательных учреждений, адвентистов седьмого дня, да, друзья, нашим молодым людям в наших церквях, что им нравится? Что бы сделал Бог? Что бы сделал Христос, если бы Он был здесь, на этом месте? Поставили бы они на это лайк? У нас есть называющие себя адвентистами седьмого дня, которые отступили от веры. Они употребляют в речи матерные слова на своих постах. И что остальные из вас делают те, которые должны хорошо это понимать? Ставят на эти посты лайки. Это не то, что мы называем на Ямайке пиар-пиар проповеди. Это не проповедь у Мэрии «Маленький ягненок». Это не проповедь о мире и безопасности. Библия говорит, «Взывай громко и не удерживайся. Возвысь твой голос подобно трубе. Покажи народу моему на преступления их и дому адвентистов седьмого дня и грехи». Почему? Это прелюбодейное поколение. Между прочим, мы видим молодых людей, которые окончили колледж и теперь устроились на высокооплачиваемую работу. И сейчас они могут купить новый мотоцикл. Их красивая спортивная машина, роскошный автомобиль и их дорогие игрушки. И это наполняет их гордостью. И что мы делаем, те, кто должны понимать это лучше? Мы ставим лайк. И к чему это приводит? Это приводит человека к желанию возвыситься. Потому что я хочу больше лайков. Итак, что вы делаете? Вы его подстегиваете. Они смело идут на грех. Но мы должны понимать это лучше. Пастор, а должен ли я поставить дизлайк? Следует ли мне поставить дизлайк? Если вы не должны ставить лайк, то что вы должны поставить? Хорошо, не ставьте ничего. Когда мне ему позвонить? Когда мне ей позвонить? Но прежде чем звонить ему и звонить ей, адвентисту седьмого дня, прелюбодею, и адвентистке седьмого дня, прелюбодейке, преклоните колени в молитве за него. Преклоните колени в молитве за нее и просите Бога дать нужное время, нужные слова, чтобы коснуться сердца этой души. Но если эта душа погибнет, ее кровь может быть на вас. Если Бог покажет картину, как вы ставили лайки в соцсетях, укрепляя то одного, то другого, продолжать грешить, и если бы вы взывали громко с любовью, то спасли бы его, ее от вечной погибели. Вы сегодня молчите. Что произошло? Что произошло, друзья? Что произошло? Где торжественность браки? Одно дело, когда вы выставляете фотографию бракосочетания, где вы встречаете свою невесту и целуете ее. И другое дело, когда вы выставляете фото, где муж целует свою жену. Разве это не должно быть в спальной комнате? Есть ли дверь в спальне? Почему? Почему у вас спальня и занавески? Потому что это личное, сокрытое от глаз. Есть ли дверь во Святое Святых Небесного Святилища? Завеса? Завеса? Да. Почему? Потому что это сокрытое от глаз. Но прелюбодейное поколение берет и делает то, что должно быть сокрыто, явным для всех. И вы ставите на это лайк. И они продолжают выставлять свои грехи, прелюбодеяния на всеобщее обозрение, без всякого стыда. Идем со мной к притчам в 27 главе. Без всякого стыда, друзья мои. Без стыда. Без стыда. Не говоря уже о том, что сейчас мы видим. Друзья, на этой неделе я замешивал муку, чтобы приготовить клетки. О, да, друзья. Я люблю клетки. Я собирался сделать это блюдо с кокосовым молоком. Дома мы это называем рандон. Позвольте мне вам сказать, друзья, когда я замешивал муку, мне пришла мысль. Из ниоткуда я вспомнил, что это за музыкант, который недавно умер. Хиллари, музыкант, который ушел в мир и недавно умер, похороненный в... Литл Ричард. Спасибо. И я сказал себе, Литл Ричард вырос адвентистом седьмого дня. Литл Ричард сбился с пути и стал адвентистом седьмого дня прелюбодеем. Не буквально, но любовь к миру. Мирская музыка, мирская одежда, мирская косметика, если вообще есть такая косметика. Мирские танцы. Но слава Богу, он вернулся к Богу еще не слишком поздно. То поколение, которое росло с Литлом Ричардом, видело, как он отошел от истинного пути. Интересно, сколько людей ставили ему лайки тогда? Сколько поощрял его? Сколько? Слава Богу, он вернулся. Были ли те, кто в том поколении ушли и больше не вернулись? Я хотел сказать, что когда замешивал муку, чтобы сделать плецки, мы сейчас видим в этом последнем поколении, что наша молодежь уходит подобно Литлу Ричарду того поколения, подобно принцу того поколения, Брайану. Вы видите? Вы знали его? Я проверял вас. Брайану Макнайту того поколения. И сейчас они поют мирскую музыку в Фейсбуке, Ютьюбе, Инстаграме. Они танцуют в Фейсбуке, Ютьюбе, Инстаграме. И что мы делаем? Те, которые должны понимать это лучше, мы ставим лайк и оставляем хорошие комментарии. Мы поощряем их восставать против Бога. Вот, друзья, одно простое слово. Пробудитесь. Причи 26 глава. Библия говорит нам в притче к 27 главе. Вы знаете, для того, чтобы войти в Фейсбук, иногда люди открывают свои аккаунты. Что вы должны отправить владельцу аккаунта, чтобы увидеть его сообщение? Кстати, я кое-что пропустил. Это нетрадиционная проповедь. Мне очень жаль, что она появилась поздно. Это призыв к обращению. Вернемся к проповеди, что мы посылаем людям, чтобы иметь возможность видеть их посты. Запрос, друзья. Давайте прочитаем из Библии, держа в голове, что мы только что сказали. Причи 27 глава. Идем к стиху 5. Библия говорит, «Открытое что? Обличение лучше, чем что, друзья? Скрытая любовь». Стих 6. «Верны раны врага». «Верны раны врага». Кого? Друга. Если вы послали запрос друзья, они приняли ваш запрос друзья. Теперь вы можете видеть как они выставляют свой прелюбодейный образ жизни. Как вы будете реагировать теперь? Ставить лайки? На что? Ставить лайки на что? Вы думали, что это будет обычная проповедь? Вы совершили путь не для того, чтобы терять время. Верны раны друга, но поцелуи врага что? Обманчивы. Если мы любим грех, это значит, что мы обманщики, мы лицемеры. Великая борьба, глава называется «отвергнутое предостережение». Некоторые из вас смотрят мне прямо в глаза. У меня был контакт с вами на протяжении этого служения. Но когда я перешел к этой части проповеди, вы стали прятаться из-за чьи-то спины. Почему вы делаете это? «Мы все виновны». Местоимение первого лица, множественного числа. «Мы» местоимение второго лица, третьего лица. «Мы все виновны». «Мы все виновны». «Не прячься от меня, друзья». Пожалуйста, я не укушу вас, но я буду призывать к покаянию. Вы знаете, почему? Наши церкви также должны быть… Посмотрите на высказывание. Здесь сказано, слушайте внимательно. «Великая борьба», страница 386. Придерживаться чего, друзья? Придерживаться какого-то вероисповедания стало популярным в мире. Правители, политики, законодатели, ученые, коммерсанты делают что? Присоединяются к церкви, но не ко Христу. Они принимают крещение под влиянием разбавленного Евангелия. Я не пойду этой дорогой. Великолепные, пышно украшенные церкви воздвигаются на главных улицах. Прихожане одеваются в дорогую и модную одежду. церкви. Будьте осторожны с комментариями по поводу одежды, которая на людях, когда они приходят в церковь, потому что в следующую субботу они захотят убедиться, что на них надеется то, что привлекает ваше внимание, что показывает дух гордости. Я это произношу с акцентом гордости, но гордость предшествует падению, друзья мои. Другими словами, вы можете поставить лайк, не будучи в соцсети. Кнопка «Нравится» в церкви. Мне нравятся твои туфли. На следующей неделе будут туфли на высоком каблуке. Мне нравится твоя блузка, и вы определенно вернетесь домой. Зайдете на Амазон и найдете блузку, кофту с блестками, с блестками, чтобы привлечь ваше внимание, внимание людей, гордость. Что было причиной падения Люцифера, друзья? Что было причиной падения Люцифера? С кем были падшие ангелы, которые понимали, что они не на той стороне? И они уже хотели вернуться на сторону Божью. Но Люцифер сказал, вы зашли слишком далеко. Люцифер сказал, мне нравится, как вы выглядите. Вы мне нравитесь. И догадайтесь, что они остались с Люцифером, который стал сатаной. Другими словами, Люцифер поставил лайк на небесах и стал причиной падения ангелов. Он знает точно, что он делает. Могу я закончить эту цитату? Здесь сказано, «Прихожане одеваются в дорогую и модную одежду. Выплачивается большое жалование талантливому пастырю, чтобы он развлекал и привлекал людей. Его проповеди не должны касаться чего? Популярных грехов». Это призыв к обращению. Его проповеди не должны касаться популярных грехов. Где мы их видим? В соцсетях. Его проповеди не должны касаться популярных грехов, но они должны быть нежной и успокаивающей музыкой для слуха каждого. Таким образом, люди, чьи грехи общеизвестны, вносятся в церковные списки, а их прегрешения скрываются под маской чего? Благочестия. Могу я закончить? Идем к Марко главе 8, друзья. Что мы открываем? Привлекает ли Бог ваше внимание, друзья? Позвольте мне вам кое-что сказать. Я не мог спать вчера вечером. Я очень хотел прийти и поделиться этим сегодня, потому что мы все имеем к этому отношение. Говорю ли я вам, что мы должны отказаться от соцсетей? Нет. Вы можете использовать их для служения. О, я забыл сказать вам, молодые люди, если вы уйдете сейчас, то можете никогда не вернуться. Зачем говорить «можете»? Я приоткрыл дверь, там есть по-прежнему проход. Если вы уйдете сейчас, вы можете никогда не вернуться к Иисусу. И в церкви слишком много блудных сыновей. То, что сделал блудный сын в Луке главе 15 вне дома, он старался делать дома, но отец решительно воспротивился ни в этом доме, ни в этой церкви. Хорошо? Я ухожу. Побежал ли он за блудным сыном? Поставил ли он лайк? Нет. Он молился за блудного сына. Вы видите, друзья, здесь любовь и стандарт. Том 3, страница 108 говорит, «У долга есть сестра-близнец доброта». Какая сестра-близнец? Доброта. У долга, непреклонного долга, есть сестра-близнец доброта. Если долг соединяется с добротой, достигается решающее преимущество. Но большинство из нас склоняется на сторону доброты. Ставим лайк. О, новая фотография. Лайк. Вы осознаете, сколько фотографий люди делают? И чем больше вы ставите лайков, тем больше они снимают. Чем больше лайков, тем больше снимков и постов. Лайк. Перестаньте ставить лайки, друзья мои. на что вы ставите лайки? Некоторые могут сказать, мне не нравится его образ жизни, но он мне нравится. Я ей поставил христианский лайк. Но самовлюбленный нарцисс не понимает это так. даже даже если это ваш мотив. Это мой двоюродный брат, это моя тетя, это моя племянница, это мой племянник. Самовлюбленный нарцисс не понимает это так. Если вы ставите лайк, они говорят, о, тебе нравится мой грех. Отец блудного сына любил его, но ненавидел его грех. И если блудный сын возвратится домой, то он должен отказаться от этого греха. Позвольте, я открою, на этом закончу. Это призыв к обращению. Должно произойти возрождение, реформация. И знаете что? Как только эта суббота закончится, знаете к чему обратятся ваши мысли? к соцсетям. И слава Богу, я молюсь, чтобы в голове вашей звучала эта проповедь. Прелюбодеянное поколение, адвентисты седьмого дня, прелюбодеи, прелюбодейки. Иакова, глава 4, стих 4. Не открывайте ее, это ссылка. Идем к Марку главе 8, так как я заканчиваю, стих 34. Это тоже будет ссылкой. Я с этим закончен. Как моя Иисус говорит, если вы будете спасены в последнем поколении, вы должны научиться отвергать себя. Вам придется. Идем со мной к стиху 34. Я просто бегло пробегусь по нему, так как я уже закончил. Стих 34. Бери свой крест ежедневно, отвергни себя и следуй за мной. Стих 35. Если вы захотите спасти свою душу, вы потеряете ее. Если вы потеряете этот мир ради Евангелия, то сбережете ее. Стих 37 и 36. И что человек даст в обмен за свое спасение? Многие продают Иисуса свое спасение за мирскую суету. Адвентисты седьмого дня при Любодеи и при Любодейке. Послушайте меня внимательно, друзья. Я хочу на этом закончить. Послушайте внимательно. Библия говорит, придет время, когда многие в мире скажут, когда будет принят воскресный закон, для них все будет кончено, многие скажут, называющие себя адвентистами, будучи погибшими, вы знали, что это приближалось, и вы не сказали мне? Обратите внимание на пафос в тех словах в то время. Представьте себе, какая сильная боль пронзила их сердца. Вы знали об этом и ничего не сказали? Применение. А что с называющими себя адвентистами седьмого дня, которые погибшие в то время, и не осмотрят на вас и говорят, вы знали об этом и ничего не сказали? они бы сказали, вы ставили лайки на мой пост. О, друзья, вы посылали на мои посты поздравления. Погибшие, позвольте мне вам сказать, если вы, о, Господь, пожалуйста, пусть это будет как гвоздь, вбитый в нужное место, чтобы привести к реформации, если вы после этой вести вернетесь домой и увидите в соцсетях какой-нибудь пост от ваших друзей, членов семьи и поставите лайк, вы можете огорчить Дух Божий. Это не мои слова. Ранние произведения, пометьте себе, страница 282 говорит, 282 страница ранних произведений, я видела, как нечестивые страдали от язв, я буду говорить медленно, родители горько упрекали своих детей, дети горько упрекали своих родителей, братья горько упрекали своих братьев, а сестры сестер со всех сторон доносились громкие стенания и вопли. Что было слышно? Это вы помешали мне принять истину, которая спасла бы меня от этого ужасного часа. Люди обратились к своим служителям с горечью и ненавистью и упрекали и говоря, вы не предупредили нас. Вы говорили нам, что все люди должны обратиться и кричали мир, мир, чтобы заглушить наши страхи и спасения, наши страхи и опасения. И те, кто предупреждал нас об этом роковом часе, вы называли их злодеями, вы называли их фанатиками, которые погубят нас. Сестра Уайт говорит потом, «Я видела, что служители не избежали гнева Божьего. Их страдания были в 10 раз сильнее своей паства». Если это произойдет с прелюбодейными пасторами, что произойдет с вами, если вы продолжите ставить лайки на грех в соцсетях, поощряя и укрепляя людей в их грехах, ваши страдания будут 10 раз сильнее, чем тех, кто погибнут. Отец, я сделал все, что ты послал меня сделать. Идем к стиху 38. Посмотрите на последнее поколение. Вы должны отказаться от всего. Прочитаем вместе стих 38, что здесь сказано. «Поэтому всякий, кто постыдится меня и моих слов, к чем в этом прелюбодейном и грешном поколении того постыдится и Сын человеческий, когда, когда придет». Вопрос, когда придет Христос, разве это не последнее поколение? Как стих 38 называет его? Стих 38 называет его прелюбодейным и грешным поколением. Ясна ли нам Библия, друзья? Последний текст. Идем к филипийцам главе 2. Я хочу, чтобы вы ушли с этим утверждением. Вы знаете с каким? Я собираюсь дать вам последний стих вместо текущих событий. Сегодня не будет текущих событий. Идем к филипийцам главе 2. Знаете почему? Вы получили текущее событие. Это то, что вы делаете в соцсетях. Идем к филипийцам главе 2 со мной. Я вернусь к этому в 7 часов вечера по восточному времени. Посмотрите филипийцам глава 2. Посмотрите на стих 3. Давайте все вместе прочитаем со мной пусть ничего не делается через что? Соперничество или тщеславие? Что такое тщеславие? Что люди выставляют в соцсетях? Суету. Что говорил проповедник прошлую субботу? Суета. Все суета. Об этом была проповедь прошлую субботу. Идем к стиху 4. Не будьте эгоистами. Стих 5. Скажите, что здесь сказано? Пусть тот ум будет вас, какой был, у кого? Идем к стиху 15. Во Христе стих 15. Чтобы вам быть беспорочными и безобидными сынами Божьими без упрека среди какой друзья? Кривой и развращенной нации, среди которой вы сияете. вы сияете как что? Как светило в мире. Как названа эта нация, это поколение? Кривым. То есть каким? Поколением гадючим. Что у нас должно быть в сердце? Стих 5. Пусть тот, пусть тот, пока адвентисты седьмого дня, прелюбодеи и прелюбодейки будут иметь ум сатаны, какая здесь противоположность? Мы должны иметь ум Христов. И что говорит стих 12? Совершайте свое, ну же друзья, мы заканчиваем. Совершайте свое спасение с чем? Со страхом и с чем? С трепетом. Почему? Ибо это Бог действует в вас. чтобы и хотеть и делать по Его благоволению. Скажите аминь. Это надежда для нас, друзья мои. Сейчас я могу улыбаться, но раньше не мог. Я могу улыбаться сейчас. Это надежда. Это надежда, друзья. Это Христос действует в вас, чтобы и хотеть это желание и производить действие. Это сила по Его благоволению. Как вы откликнете сегодня? Как вы откликнете сегодня? Господь, дай мне этот ум. Как вы откликнете сегодня, друзья? Поднимите руки. Дай мне ум Христов. Опустите руки. Вам не надо говорить да и мне, потому что Он у нас сейчас есть. Вы покорились? Если это так, поднимите руки. Покорились? Опустите руки. У вас Он есть. Вы оправданы. Если вы умрете сейчас, вы умрете спасенными, потому что вы отдали Христу все прямо сейчас. И вы приняли осознанное решение. После этой проповеди «Я пойду и больше закончите». «Я пойду и больше закончите». «Я пойду и больше не буду пришить». «Чьи силы? Моей?» «Я сделал выбор. И если я сделал выбор, то Он сверхъестественным образом даст силу моему выбору. Но если вы слабы, то поститесь и молитесь и укрепляйте духовного человека». Это последнее поколение. Который час? Знаете, я передумал. Я передумал. Я передумал. Я вам дам четыре момента как последнюю часть и сделаю ее короткой. И затем вернемся в 19.00. Так? Смотрите. Пропустим это. Пропустим это. Дать ли мне вам это? Смотрите. 24 сентября 2020. Какой здесь заголовок? «Новые ритмы воплотятся в жизнь к юбилею Земли». поскольку ваш ум уже наполнен истиной, я вам дам лишь обзор. Другими словами, эта статья говорит, слушайте внимательно, у земли есть ритм от начала творения. Шесть дней Бог творил, седьмой день Бог покоился. Это суббота. Это ритм, работа, отдых, работа, отдых, поклонение. Эта статья говорит, сейчас мы можем шесть дней работать, а отдыхать в воскресенье. Воскресенье теперь ритм. Они продолжили. Библия говорит, вы работали шесть лет, затем был субботний год, седьмой год, субботний год, верно? Затем они сказали, вы можете работать 49 лет, затем идет юбилей. Что поразительного в том, что они сказали? COVID-19 принудил мир к отдыху, и COVID-19 будет продолжаться год. COVID-19 дал миру субботний год, и без двусмысленности они сказали, COVID-19 приводит к вынужденному шаббату. Какому шаббату? Хорошо, это первый абзац, посмотрите на это. COVID-19 совершил значимое чудо и дал надежду для творения, поскольку весь мир что? остановился. Этот принудительный что? COVID-19. Этот вынужденный субботний год. если это продолжится до ноября, COVID-19 будет длиться целый год. Он появился в Америке у американцев в январе-феврале, но мы слышим о нем с 2019 года. Принудительный шаббат. Этот абзац говорит, присоединитесь к папе ради этого принудительного шаббата. Кто к нему присоединится? Все религии голубым шрифтом и Всемирный Совет Церквей ради принудительного шаббата. Какое-то поколение. Кто только может установить отдых? Церковь или государство? Государство. Государство. Прелюбодейное поколение, друзья. Хорошо. Послушайте. Я себя хорошо чувствую по милости Божией. Я покажу еще два момента и мы закончим. Давайте посмотрим на принудительный шаббат. Откровение 13 глава 15 текст. Государственный закон Австралии наделяет чиновников полномочиями принудительно снимать нижнее белье для ведения вакцины 24 сентября 2020 так называемый кризис нижнего белья. Подумайте об этом. Написанное в красной рамке. Правоохранительные органы имеют законное право снимать все, включая нижнее белье, которое одето на соответствующем человеке, если установлено, что этому человеку необходимо сделать прививку. Разве мы не видим в этом знамение, друзья? Представьте себе, чтобы спасти все человечество, делают вакцинацию. Мы можем даже принудить вас снять вашу одежду. Что? То есть оголить заднее место, мое нижнее белье, мою рубашку, мою майку, чтобы оголить руку, принуждая меня? Что? Что говорит стих 15? Он делает так, чтобы и малые, он имел власть дать жизнь образу зверя, чтобы образ зверя и говорил, и делал так, принуждал, чтобы все, кто не будут поклоняться образу зверя, были убиваемы. Знамение налицо. Посмотрите, какой драконовской стала Австралия. Ну, где начнется воскресный закон? В Соединенных Штатах Америки. Друзья, когда вы сядете в автомобиль, эти слова будут на зеркале бокового обзора. предметы в зеркале что? Ближе, чем кажутся. Посмотрите на это. Так называемый кризис нижнего белья. Австралия. И снова я перефразирую. Это становится не полицейское государство. Это уже полицейское государство. Где находится Австралия в отношении полюса? Это восток. А пророчество движется как? С востока на запад. Место действия установлено. Когда Америка нажмет на пресловутый триггер, это произведет эффект домино. Действительно, заключительное движение будет закончить очень стремительным. Место действия установлено. Они говорят, они сделали это в Австралии. Почему? Они показывают нам, выделенное красной рамочкой, что контролирует людей. Я чувствую, что Мельбурн стал испытательной площадкой, чтобы показать, как вы можете контролировать население. Снимите нижнее белье. Возлюбленные, прошлую субботу я кое-что сказал. Мы не знаем. Давайте посмотрим. Полиция Айдаха арестовала сколько? Я вернусь еще к этому. Мы не знаем, что принесет нам ноябрь месяц. Если эти города закроют на полный карантин, приготовьтесь. Называйте меня паникером паникером. Как хотите. Но если вы пренебрегаете практическим приготовлением, вы можете оказаться среди тех, кто скажет «Горе мне». Если вы готовы и ничего не произойдет, а вы делаете запасы для себя и других и ничего не произойдет, вы по крайней мере приготовлены. в духовном смысле прямо сейчас мы не знаем даты второго пришествия Христа, но мы готовы. Как часто? Каждый день. Если он придет сегодня, я готов. Если он промедлит еще немного, я готов. Вы видите, что происходит в Луинсвилле, штат Кентукки, и что происходит по всей стране в связи с выборами? Что если перекроют автомагистрали? готовьтесь. Запишите адреса членов семьи, которые живут поблизости. У вас стратегический план. Я говорю вам, используйте средства защиты в пределах здравого смысла. Приготавливайтесь, приготовьтесь, приготовьтесь, готовьтесь, готовьтесь, готовьтесь. Преклоним колени для молитвы. Отец Небесный, это может быть наша последняя весть. Я молюсь, чтобы мы обратили внимание. Руки были подняты, чтобы ты дал нам ум Иисуса. сатаны. Дай мне характер Иисуса Христа, пока многие получают и проявляют ум сатаны. Дай мне ум Христов. Знамение происходит, и это злое поколение, это кривое поколение, поколение гадючее, это прелюбодейное поколение. Помоги нам оказаться верными, чтобы мы не были эгоистичными, чтобы мы действовали в единстве с другими членами семьи, верующими, и были все приготовлены духовно, практически в эти последние дни. Удали от нас дух страха и дай нам любовь, силу и здравый ум. Все мы боремся с грехом. Мы благодарим за обетование и победу. Мы отдаем тебе сегодня наши сердца, и сейчас твоей силой мы пойдем и не будем грешить больше. Твоей силой мы будем выбирать сделать то, что правильно. И ты надели силой наш выбор. Многие из нас знают, кто из адвентистов седьмого дня прелюбодеи и прелюбодейки в соцсетях. Дай нам духа молитвы за них, чтобы они поднялись, так как они сбились с пути и многие не вернутся уже. Спаси нас мы молим во имя Иисуса Христа. Аминь.